Культурная столица Поволжья. Этого звания наш город удостоили в начале 2000-х и по праву, ведь Димитровград – город, где тысячи людей занимаются творчеством. Есть профессионалы и любители. Одни поют, другие танцуют. Кому-то нравится театр, кому-то рисовать. На площади у Центра культуры и досуга «Восход» школьникам и родителям рассказывали, чем можно заниматься, в какие студии и коллективы записываться. В Центре культуры и досуга «Восход» много коллективов. Это песенные, хореографические, театральные коллективы. И если говорить о том, какие они знаменитые, 16 из коллективов имеют звание, высокое почетное звание «Народный». «Юность», «Гармония», «Дуэт», «Россияночка», «Антелл», «Жасмин» и «Чародей». Это хореографические коллективы. В «Восходе» работает и за студия «Радуга», театральная студия «Тест». Можно заняться вокалом в студии «Бис». На базе Центра культуры и досуга создан ход русской песни и ансамбль «Глория». Я люблю это творчество. Я получаю кайф, когда пою. Я советую ребятам, чтобы они ходили на кружки рисования, на танцы. Вот как я в студии «Убийск» Михаилу Викторовичу. Заняться тем, что по душе может любой желающий, творческие коллективы продолжают набор. К тому же, согласно новым федеральным стандартам, школам-городам разрабатывают программы занятости детей во внеурочное время. У нас во всех образовательных учреждениях проходит акция «Занятость». Она как раз направлена на то, чтобы все наши несовершеннолетние подростки нашли себе дело по душе. И это будет, конечно, подспорьем для родителей, которые могут быть спокойны, чтобы в это время дети заняты в кружках, секциях, музыкальных школах. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время.